Толкание ядра, бег, прыжки в высоту, длину и с шестом. В открытом чемпионате области лучших определяли в пяти категориях. Участников разделили по возрасту от 13 до 19 лет. Кирилл прыгает в шестом уже два года. Сегодня пытается побить собственный рекорд высотой в три метра. Олимпийскую чемпионку Надежду Ткаченко парень считает примером для подражания. Она показывает, как нужно стремиться к достижению успеха в спорте. И нужно работать. Каждое соревнование играет для меня большую роль. И я пытаюсь выложиться на полную. В прыжках в высоту соревновались девушки. Александра в этом турнире участвует второй раз. Сегодня не очень получается прыгать. Я не знаю. Сегодня не очень. Идут прыжки. Хотелось, конечно, лучше выступить. Но лучший результат у меня метр шестьдесят. Ну, хотелось бы повторить рекорд, но не получается сегодня. Надежда Ткаченко, за чьи призы борются спортсмены, занималась пятиборьем. В 1980 году стала чемпионкой Олимпийских игр. Более 30 лет она проводит чемпионат для юных легкоатлетов. Детям нравится. Они с удовольствием приезжают, показывают свои лучшие результаты. Ну, и поскольку, чтобы не забывались олимпийские чемпионы, я считаю, что эти соревнования нужны. Чтобы вспомнили, что у нас в Донецке живут такие люди. В соревнованиях участвовали спортсмены из 24 городов области. Они – будущее олимпийской сборной страны, говорят организаторы. И это дает возможность, во-первых, проявить себя детям, во-вторых, нам посмотреть на них, кто из них собой представляет, с кем, кого можно отобрать для будущих тренировок, для будущих их высоких достижений. Лучших спортсменов наградили грамотами, медалями и кубками. Сергей Аганесян, Артем Молчанов, Панорама.